Здравствуйте, друзья! Ну что ж, как и предупреждали украинские экологи, ученые и эксперты, из-за массового варварского уничтожения шахт на неподконтрольной территории, там разразилась настоящая экологическая катастрофа. К сожалению, предсказуемая. Случилось то, о чем мы предупреждали. Из-за нарушения или прекращения работы шахтных водоотливов стали стремительно мелеть реки и водохранилища. Та вода, которая ранее откачивалась в них, да, из подземелья, теперь она вся поступает в эти пустоты, уходит в выработки, и, соответственно, на поверхности ее остается все меньше. Проблема эта возникла не сегодня, но раньше вот эти группировки ДНР и ЛНР ее игнорировали, завалчивали и писали об этом обмелении рек и уничтожении до исчезновения целых прудов. Просто люди в социальных сетях. Теперь же проблему уже признали непосредственно эти группировки. Например, ее признала так называемая Минприроды, ЛНР. И телеканалы, да, СМИ, подконтрольные вот этим вот боевикам, они уже теперь стали выпускать об этом сюжеты и действительно говорят о том, что это происходит. Вот для примера давайте посмотрим сюжет, который вышел на днях на телеканале подконтрольном группировки ЛНР. В этом сюжете рассказывается о том, что Волчевске обмелело очень сильно Исаковское водохранилище из-за закрытия шахты, да, и прекращения откачки воды туда. В Перевальском районе, это под Волчевском, практически полностью высохла река Лозовая. Тоже это произошло из-за закрытия шахты. И давайте, чтобы не сказали, что я там что-то выдумываю, опять там наговариваю, просто посмотрим сейчас сюжет вот этого телеканала ЛНР. Людей волнует состояние любимого места отдыха алчевцев – Исаковского водохранилища. Водохранилище мельчает, что называется, с каждым днем. На таких участках это особо отчетливо видно. Еще совсем недавно здесь была вода. Это Исаковское водохранилище, о котором идет речь, создавалось в свое время для нужд Алчевского металлургического комбината, металлургическому производству. Как известно, нужна вода. Вот был создан этот водоем, и там со временем возникла целая экосистема. То есть люди стали отдыхать на этой воде, вокруг водохранилища появились дачи, участки, люди стали использовать воду для полива. И наполнялось это водохранилище в том числе за счет той воды, которая откачивалась из шахты Романовской. Эта шахта была закрыта еще до войны, но она находилась на сухой консервации. И вода из нее, соответственно, выкачивалась насосами в это водохранилище. Теперь же в сюжете говорится, что воду больше не качают оттуда. Соответственно, насосы отключены и, очевидно, уже, наверное, даже украдены, распилены. А вода, соответственно, не поступает в водохранилище, а уходит куда-то в это подземелье, заполняет, соответственно, выработки. А шахта, о которой идет речь, Романовская, из-за консервированного предприятия, перестала поступать вода. Отсюда и обмеление. Псевдо-мэр Алчевска, Пяткова, а я напоминаю, что там не существует мэров, там есть какие-то люди, поставленные, назначенные группировками ЛНР и ДНР, которых никто не выбирает. Так вот эта псевдо-мэр Алчевска, она заявила, что она очень обеспокоена этой ситуацией. И сегодняшняя ситуация, которая происходит с нашим Исаковым, это обмеление, это заиливание. Наблюдают и горожане говорят, что и забор рыбы есть. Это, конечно, очень беспокоит нас всех. Ну, знаете, если бы она реально была обеспокоена, эта ситуация, то следовало бы обратиться к пасечнику, к его российским кураторам и заявить, что, ребята, может, хватит уничтожать шахты. Может быть, вы перестанете отключать водоотливы? Ведь то, что происходит, это же не стихийное бедствие. Это конкретно дело рук группировки ЛНР и их российских кураторов, которые уничтожают абсолютно по-варварски угольную промышленность, соответственно, крушат вот эту систему водоотливов, которая выстраивалась, да, и которая регулировала все эти циркуляцию воды. Так вот, но она же этого не скажет, да, она не говорит этого. Она говорит, ой, я так обеспокоена, потому что она сама член группировки ЛНР, ЛНР, которая все это там творит. И они на публику так говорят, знаете, ай-яй-яй-яй, а кто же это сделал? А сами при этом продолжают своими руками все крушить. И это не единственный случай обмеления водоемов. В Перевальском районе буквально за считанные дни пропала река Лозовая. О полноводном потоке напоминают лишь небольшие лужи и остатки ила. Помимо Исаковского водохранилища, как я уже говорил, в Перевальском районе, в Подолчевском практически полностью высохла речка Лозовая. Она исчезла из-за прекращения работы шахты Вергилевская, которую боевики буквально несколько месяцев назад также уничтожили и затопили в рамках своей вот этой, так называемой, реорганизации угольной отрасли. После обследования вывод. Река обмелела в основном из-за закрытия шахты Вергилевская. Шахтный водосброс не работает, а водохранилище или пруд, он работает как просто аккумулирующая емкость, как ванна. И он больше не выпускает ничего за собой, не питает реку. Для тех, кто не знает, нужно пояснить, что Донбасс – это промышленный регион с очень долгой историей угледобычи. И весь Донбасс практически изрыт этими штольнями, выработками, пустотами. И в этих пустотах это на самом деле огромные объемы, под землей из которых всегда откачивалась вода. Для этого была построена сложная и очень дорогостоящая система водоотливов. Вот этих насосов, которые выкачивали воду из пустот, и вода, соответственно, поступала в реки, ставки, специальные пруды, водохранилища и так далее. Сейчас эта сложнейшая система уничтожается, и, соответственно, вода с поверхности уходит в эти выработки. Знаете, как в ливневую канализацию, если мы берем город. Вот сейчас поэтому происходит исчезновение воды с поверхности, она вся идет туда, и поэтому мелеют водохранилища, мелеют реки. То есть происходит абсолютно без преувеличения самая натуральная экологическая катастрофа. И самое обидное, что мы предупреждали с самого начала об этом. Предупреждали, что так будет, что в этих непризнанных, никому не нужных республиках, так называемых, в этой серой зоне не будут нормально работать шахты. Они умрут и закроются. Соответственно, начнется подтопление, начнутся проблемы с водой. Говорили об этом, но, конечно же, никто нас не послушал. И теперь происходит ровно то, о чем и предупреждали. И как ликвидировать эти последствия, совершенно непонятно, потому что это очень дорого, эту систему налаживать, содержать. Это требует огромных денег, которых там на территории на той нет. В этом сюжете, кстати, говорится, что Пасечник уже пообещал эту проблему решить. Мы знаем об этой проблеме. Ну, конечно, вы знаете, это же ваше круг дело. Еще бы вы не знали. У нас создана рабочая группа, принята программа по восстановлению. И по этой программе мы будем опять начинать откачку воды. Будут просто установлены глубинные насосы в шахту, которые будут качать воду в речку. То есть эти люди, которые все разрушили, которые до этого довели, теперь рассказывают, что они будут принимать специальную программу по восстановлению и начинать откачку воды. Я извиняюсь, конечно, а можно было не разваливать все. Да, можно было не начинать сейчас откачку, а не прекращать ее. Или, в принципе, русский мир не предусматривает такой опции и нужно им только сначала все разнести в ухнарь, да, так развалить, а потом говорить, да мы сейчас восстановим, ух, мы сейчас как все, значит, отремонтируем. Причем самое интересное, что очевидно, это все стоит очень дорого. И денег там, на той территории, на это просто физически нет. То есть пасечник либо врет, и они, естественно, ничего восстанавливать не будут, либо же за все, как обычно, заплатят российские налогоплательщики. То есть если ситуация станет совсем уж критично, то российские пенсионеры, бюджетники и так далее, да, обычные граждане, просто опять скинутся баблом, чтобы компенсировать тот ущерб, который нанесли этой территории профессиональные новоросы. То есть то, что украли антифашисты, будут затыкать, как обычно, латать за счет денег обычных российских граждан. Вот понимаете, мы когда говорим, что они реально ненавидят Донбасс, ненавидят людей, ненавидят эту территорию, почему-то часто думается, что это мы там преувеличиваем, да, что я нагнетаю, что я там вру. Но посмотрите, конкретный пример, да, причем это же сюжет той стороны, того телевидения Ланеровского. Посмотрите, насколько они ненавидят этот регион. То есть они мало того, что людей сделали нищими, бесправными, они крушат, уничтожают, режут на металл эту промышленность. И они уничтожают даже природу, то есть они добрались уже просто тупо до всего. Они хотят реально без преувеличения эту территорию просто превратить в пустыню, непригодную для жизни. Потому что если исчезнет вода, конечно, люди просто не смогут жить, не смогут поливать огороды, они просто оттуда разбегутся, разъедутся. То есть они реально убивают эту территорию тотально. Причем это делает Россия под лозунгами защиты русскоязычного населения, защиты прав на русский язык, да, защиты дружественного Донбасса. Так этот самый Донбасс почему-то не мелели реки, не пересыхали водохранилища вот при тех самых фашистах, да, при тех самых страшных украинских там карателях, да, и как вы еще называете. То есть при этом почему-то выделялись деньги, и вся эта система, она как-то поддерживалась. Держивалась водоотливы там и все такое. А сейчас пришли освободители и освободили Донбасс от всего этого, и теперь там рушится абсолютно все. Вот до чего они добрались, они развалили там абсолютно все. Обязательно поделитесь этим видео, чтобы было просто понятно, как Россия освобождает эту территорию, как братская Россия помогает этому несчастному Донбассу. Просто чтобы все знали. Подпишитесь на канал, это очень важно, нужно, чтобы как можно больше нас было, чтобы как можно шире вот такая информация правдивая, да, о том, что там происходит, распространялась. А если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете поддержать этот канал по желанию, задонатить его по тем реквизитам, которые видите в описании к этому видео.